Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, художниками, скульпторами, фотографами. Марк Шоу, американский фотограф моды и знаменитости 1950-1960-х годов, работал в журнале Life с 1952 по 1968 год. За это время в обложках 27 номеров Life были фотографии Шоу. Работы Шоу появлялись и в других известных журналах и многих изданиях. Он наиболее известен своими фотографиями Джона Кеннеди и ее жены Жаклин Кеннеди и их детей Кэролан Джона Кеннеди-младшего. В 1964 году многие из этих снимков были опубликованы в книге Джона Кеннеди «Семейный альбом», которая стала бестсельна. Родился Марком Шлоссманом, семей выходцев из рабочего класса, с восточноевропейским происхождением в Нью-Йорке и вырос в Нижнем Питсайде. Мать была швеей русского и польского происхождения. Поступил в Нью-Йоркский университет, где изучал промышленный дизайн и институт Пратта, где изучал инженерное дело и, вероятно, также занимался фотографией. В декабре 1941 года завершил подготовку в резервном корпусе подготовки офицеров. При своеме звание лейтенанта через месяц после нападения на Перл-Харбор поступил на службу военно-воздушной силы армии США под именем Марк Шлоссман, записав при зачтении свою профессию как фотограф. Служил пилотом во время Второй мировой войны, был достойен высоких наград, летал на истребителях в составе британских вооруженных сил. Из-за его опыта работы с многомоторными самолетами был назначен к российскому генералу Георгию Жукову в качестве его личного пилота. Шлоссман также летал на одном из самолетов сопровождения, сопровождающих генерала Дугласа Мак-Артура по пути в Токио, чтобы принять капитуляцию в Японию. В какой-то момент во время или вскоре после войны Марк и его мать сменили свою фамилию Шлоссман на Шоу. После войны Шоу начал свою профессиональную карьеру фотографа в Нью-Йорке, руководя фотостудией в Харпер Базар. Яном попал под влияние и наставничество арт-директора Алексея Бородовича. Занимался модной фотографией, начал привлекать клиентов для рекламы. В 1949 году женился на Джеральдин Джерри Тротто, которая была профессиональным автором статей о моде и путешествиях для нескольких изданий, включая Мадмуазель. Пара купила особняк из коричневого камня в восточной части центра Манхэттена. Шоу основал свою студию в каретном сарае позади их дома. Начиная с 1951 года Шоу создавал модные образы для Мадмуазель. Я цитирую Википедию. В 1952 году стал внештатным фотографом для журнала Life и предпочитал работать фрилансером на протяжении всей своей карьеры, чтобы сохранить права на все свои работы, цель которой он смог достичь даже с самыми известными снимками. Связи с жены еще больше расширили доступ Марка знаменитостям и общественным деятелям, и его карьера процветала. Работал фрилансером на более чем 100 изданий за жизнь. Шоу сфотографировал многих актрис, актеров, политиков и других знаменитостей, а также часто проводил фотосессии в индустрии моды. Был первым фотографом, который изобразил парижские коллекции одежды за кулисами в цвете. В 1953, вероятно, из-за своего опыта работы в модной индустрии, Шоу был поручен сфотографировать молодую актрису Одри Хебберн во время съемок фильма «Сабрина». Поначалу уклончивую Хебберн за две недели привыкла к присутствию Шоу и позволила ему записать многие ее случайные и личные моменты. Благодаря этому были созданы некоторые из ее самых известных снимков, хотя большинство негатива впоследствии было утеряно. Откровенные иллюстичные фотографии Одри, сделанные Марк, типичны для его творчества и его фотографической философии. Он называл свои любимые фотографии моментальными снимками. Предпочитал натурные съемки съемкам в студии, хотя большая часть его финансового успеха была обеспечена крупными рекламными компаниями, большая часть которых была студийной работой. Ему нравился естественный вид, и для того, чтобы его объекты выглядели непринужденно, он работал с минимальным количеством фотографического оборудования, насколько это было возможно. Шоу получил множество наград клуба арт-директоров за своей креативной снимкой в этой компании, компании Vanity Fair. К концу 50-х годов карьера Шоу достигла своего зенита. Среди известных фигур, которого он фотографировал, были Бриджит Бордо, Кири Грант, Дэнил Кейс, Грейтс Келли, Ника Пабло Пикассо, Евсен Лорант, Элизабет Тейлор и многие другие. В 1659 году Лайф выбрала Шоу, чтобы сфотографировать Джаклин Кеннеди, когда ее муж, сенатор Джон Кеннеди, баллотировался на пост президента. Это назначение стало началом прочных рабочих отношений и личной дружбы с Кеннеди, которые в конечном итоге привели к признанию Шоу как фактического семейного фотографа Кеннеди. На это время он сделал свои самые известные фотографии, которые запечатлели пару их детей, как официальной, так и в повседневной обстановке. В 1660 году Шоу и его первая жена Джерри Тротто развелись. Он и певица Пэт Сузуки поженились 28 марта 60-го года. Два года спустя у них родился сын Дэвид. И они впоследствии развелись в 1665 году. 26 января 1969 года, в возрасте 47 лет, Шоу умер в своей нью-йоркской квартире. Первоначально сообщалось, что его смерть наступила от сердечного приступа. Но после вскрытия казалось, что Шоу умер от острого и хронического внутривенного отравления альтамина. Вот так немного, вкратце, о марке Шоу в американском фотографе моды и знаменитости 50-60-х годов. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok